МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы гарантировать себе место под солнцем, подопечным Андрея Кирдишева нужно выигрывать в каждом матче. И то, что гости-аутсайдеры, никто не вспоминал. Да нет, так не скажешь. Все команды равны сейчас, хоть кто у кого может выиграть. Поэтому стараемся, играем на победу. Нужно еще прибавлять более агрессивно в атаке. Родионов, проводивший первый матч за Рубин, находился на площадке, когда его партнеры открыли счет. Вадим Кравченко вновь порадовал тюменскую публику. До перерыва превосходство удалось закрепить. Виталий Желяков мастерски подставил клюшку после выигранного вбрасывания. Аналогично протекали события и в следующей 20-ти минутке. Антон Угольников и Денис Давыдов отличились по разу. Причем последний сделал это, когда его команда находилась в меньшинстве. Но бросать играть самарцы и не подумали. Шайбу мало держим. Много ошибок. Побольше взаимодействия найти и будет по-другому. Вот в конце периода что-то уже стало получаться и в эту зону перебрались. Моменты хорошие удаления пошли, потому что начали двигаться. Вот сейчас, я говорю, концовку периода хорошо провели. Этот темп сохранить. Должен быть третий период хороший. В подтверждении своих слов Фехлистов отметился голевой передачей на Данила Гореева уже на первой минуте третьего отрезка. Однако хозяева вновь прибегли к услугам Давыдова, который на сей раз забросил в большинстве. И все же последнее, пусть и ничего не значащее слово, в матче осталось за ВВС. Алексей Алексеев подвел итог противостоянию. 5-2 в пользу Рубина. Выступать в родных стенах это всегда особая ответственность. Но тюменские игроки 2002-2003 годов рождения в рамках Кубка, посвященного десятилетию областной федерации волейбола, сумели обратить этот фактор в свою пользу. Именно хозяева площадки и стали победителями турнира с участием 8 команд со всей России, чем даже немного удивили своего тренера. Конечно, есть момент неожиданности. Но и готовились, то есть соперника разобрали. То есть выполнили установку, подали подачу нужного игрока в нужную зону. Я думаю, во многом это поспособствовало. В финальном матче тюменцы встретились со сборной Кемерово. Команды уже встречались на предварительном этапе турнира. Тогда хозяева победили в четырех сетах. В решающем же поединке их было просто не остановить. Подобие борьбы намечалось лишь во второй партии. Думаю, подача получилась. С приемом справились, с нападением у нас сегодня все получилось. Поэтому золк в победе был. Установка тренера была войти в призеры. Мы перевыполнили, заняли первое место. В преддверии любимого россиянами праздника вполне логичным стало присутствие на закрытии соревнований Деда Мороза и Снегурочки. Впрочем, в ближайшее время большинству команд, в том числе и тюменцам, будет не до торжеств. Уже в начале января стартует полуфинал первенства страны. Что такое Дота? А Counter-Strike или CSGO? Вы, может, о таких названиях и не слышали. А более тысячи геймеров, которые собрались в тюменском технопарке, ими буквально живут. Фестиваль киберспорта включил пять дисциплин. И участникам каждой из них было что показать. Одни сидят в телефонах и повторяют правила игры. Другие фотографируются в тематических фотозонах. Особым успехом у игровой молодежи пользовались четыре эльфа. Но фотографии это одно. А суметь одолеть своих соперников в поединках совсем другое. Ведь на кону крупный призовой фонд общей суммой в 150 тысяч рублей. Побороться за них приехали киберспортсмены из Тюмени, Югры, Ямала, Санкт-Петербурга, Кургана, Ярославля, Ставрополя, Екатеринбурга, Дагестана и других регионов. Сегодня проводится не один, а несколько киберспортивных турниров по разным дисциплинам. Начиная от крупных по Дота 2 Counter-Strike и заканчивая более мелкими. Это Tekken 7, Hearthstone. У нас вообще участники из 20 городов России и ближнего зарубежья. Фаворитов? Фаворитов нет. Все ребята амбициозные. В каждом матче соревновательный дух присутствует, борьба. Всегда интересно наблюдать и всегда сохраняется интрига. Если раньше мамы ругались на детей за то, что все время они проводят у компьютера, то сегодня все изменилось. Во-первых, у геймеров помимо игр есть масса других увлечений. Во-вторых, это способ заработать. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте asnta.ru. До свидания.